Жители села Чистенькое Симферопольского района возмущены невыносимым смрадом, доносящимся с местной свинофермы МПК Скворцова, которую связывают с именем экс-министра сельского хозяйства Крыма Виталия Полищука. Письмо обращения местных жителей на днях было опубликовано интернет-агентством Крыминформ. В нем люди рассказывают о том, как им живется по соседству со свинофермой. На место выехали и наши корреспонденты. В области распространения зловонного амбре свиноферма стала достойной наследницей птичника, когда-то размещавшегося в этих же строениях, рассказывают сторожилы села. Запахи были страшные. Но тогда запахи были, знаете, отчего? Они все отходы на машину грузили, специально машину, и по полям разливали здесь. Страшный запах был. С годами ничего не изменилось. Судя по словам самого директора фирмы «Велес Крым», к которой относится свиноферма, технологии утилизации отходов жизнедеятельности животных все те же, дедовские. Иногда мы работаем круглосуточно, мы вывозим удобрения на поля. Это жижа, которая отстаивается по технологии. Мы вывозим нашим партнерам, предприятия нашего холдинга, удобряем землю. Вот как раз с соблюдением технологий переработки отходов проблема. К предприятию были и есть претензии со стороны прокуратуры и Министерства экологии Крыма. Свиноферма продолжает вытравливать все живое в многокилометровом радиусе от себя. Похоже, господин Полищук буквально воспринимает максимум «деньги не пахнут». Это цитата из письма жителей Чистенького, которые они отправили в редакцию агентства «Крыминформ». Кстати, руководство предприятия косвенно подтверждает их правоту. Приятный аромат хрустящих купюр, заработанных бизнесом на ферме и полях, оборачивается зловонием для жителей Чистенького. Особенно ситуация обостряется с началом весны. Только вышел на улицу, запах страшный. Ночью жарко, открываешь окно на ночь. Среди ночи встаешь, полная комната, этого приятного запаха. Ложи и клевета парирует директор. По его словам, некоторый запах может проявляться лишь в момент откачки навоза. А это происходит довольно редко. У нас был сбой прошлым летом. Но, в принципе, мы за несколько недель устранили эту проблему. И на данный момент у нас цикл 10 дней. Каждые 10 дней мы начинаем вывозить жижу. Изменений никакого, а запах есть, конечно. И почти каждый день от этого. Жители Чистенького опасаются, что именно их село может стать следующим очагом АЧС. Все в том же письме местные пишут о подозрительной деятельности на свиноферме. Авторы текста не высказывают свои подозрения прямо, но не исключают вывоза трупов, павших от африканской чумы свиней по ночам. Как проверить, что вывозится с фермы на всех тех грузовиках? Конечно, это могут быть просто туши забитых свиней, отправляемые на переработку. Но можно ли на 100% исключить падеж свиней, который владелец фермы пытается скрыть? Таких энергичных грузоперевозок мы еще не видели. Кстати, попасть на территорию свинофермы нам не удалось. Руководство сослалось на карантин. Из-за ворота нашу съемочную группу не пустили. Алексей Щербак, Иван Ковалев, Время новостей, Симферопольский район. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в селе Чистенькое. Намерены проверить все факты, изложенные в письме местными жителями. Следите за нашими эфирами.